всем привет друзья и как вы думаете это недовольная вечно ноющая чмо снова будет хуесосить картошку да а чё вы думали она изменится после баланс 30 новый баланс песочница мы из прошлого лета тестировали песочницу вам так нравилось мы же на ней всем танкам добавили хп а бэбэшки добавили альфу а галде ничего не сделали а фугасом сделали пробитие 0 вывели из игры 92 танка в акционный их перевели что потом вам с лопаты их продавать и так давайте поподробнее принципе чё по поводу снаряда все осталось плюс-минус то же самое да иногда бы бэшкой стрелять выгоднее чем голдой но если ты так не пробиваешь все равно зарядишь голду и буш есть стрелять поэтому нихрена толком не изменилось добавили всем танкам хп классно но и альфа у всех выросла поэтому разницы принципе никакой чисто что выберу больше места есть где разгуляться потому что циферок больше сделали фугасом пробитие 0 это шикарное изменение кажется только у двух танков осталось пробитие фугасом это у к в 2 и у кого 2 премиумного больше ни у кого в игре фугасом пробития нет но я конечно же не проверял все танки еще кончены но большую часть я потыкал ни у кого пробитие фугасом нету всех пробитие ноль а это означает что ватные танки и танки которые играют от крепкой башни после этого изменения снова заиграют и будут актуальными они будут обсыкаться с ног до головы фугасами на этих танках можно будет вдохнуть чистый воздух без фугасного дерьмище здесь мне нравится изменения с фугасами это хорошо все остальное я не понял ни о чем вот это вот матня с бэбэшками голдой и увеличением хп это ни о чем то что на низких ловлах не хватает хп это я согласен там нужно было подкинуть хп все остальное я не понял это никак не влияет сильно на игру просто добавляет больше дрочи его и горение пока нам танкистам потому что они как обычно ничего не поймут хотя толком ничего не изменилось и геймплей в картохе будет тот же самый игра будет той же самой никаких улучшений в принципе по сути нет просто микро момент с фугасами в игре станет приятней и все больше ничего не изменится абсолютно уже некоторые люди посмотрели мой стрим с песочницы и после этого зашли сами поиграли и даже сами успели убедиться что реально это та же самая картошка те же самые turbo бои та же самая стрельба тот же самый геймплей ничего не изменилось абсолютно вот это вот то что они вот тестировали ни хрена не дает гениально что сделали с артой первый снаряд оставили точно такой же как и был на фоне того что у всех хп выросла этот снаряд стал типа чуть меньше дамажить но на самом деле он точно такой же просто ему альфу не добавляли второй снаряд это снаряд который не оглушает но больше дамажит у него больше сплэш зачем делать арте еще больше сплэш я не знаю она и так наносит урон их стреляя хрен знает куда мимо и при этом пол экипажа умирает от 100 урона зачем это нужно еще больше расширять чтоб она по пол карты там дамажила зачем и так эта собака квадратно не дает играть в игру невероятные изменения нового баланса и вот это вот еще третий снаряд б башка или кумулятив с огромным пробитием но небольшой типа альфой ну как небольшой альфой примерно как у остальных танков только это из инвиза из ниоткуда будет прилетать как говорят разработчики если ему маусика есть сверх тяжелый подбой то фугасиками вы его не будете особо дамажить поэтому заряжаете бэбэшечку и трахайте его в силуэт по 500 600 у меня возникает вопрос нахрена тогда играть на маусе зачем на него ставить подбой если арта его бы бэшками будет пробивать едешь такой едешь на маусе а у тебя каждый 25 секунд по 500 хп куда-то исчезает на хрена даже раздел на сайте в картошке с изменениями про арту называется артиллерия как неотъемлемая часть world of tanks да пошла бы в жопу это вся world of tanks вместе с этой неотъемлемой частью мне кажется о маусе никто не подумал подумали только как его лишний раз обоссать а то же он и так не обсыкаются голдой и фугасами решили еще арте бэбэшку добавить чтоб она обсыкала мауса и тому подобные танки мало того что арта до этого чпокала все подряд а теперь она может многофункционально чпокать все подряд вот тебе снарядик который оглушает вот тебе снарядик который имеет большой сплэш вот тебе снарядик который тяжей пробивает может еще сделать арте шапана сама стреляла также еще по поводу фугасов я очень рад что у лтшек колесных тоже пробитие фугасом 0 и в принципе у всех танков в игре фугасом пробитие 0 как правильно сказали разработчики фугасами будет смысл стрелять только если нужно сбить захват если нужно там на каток поставить либо добить шотного у которого вообще очень мало хп фугас как основной снаряд который наносит урон он в игре такой функции больше не несет ни на одном танке только там к в 2 т49 и бабаха могут еще какой-то урон высирать фугасов и даже на них все равно лучше стрелять другими снарядами потому что фугасы не будут иметь той эффективности как раньше хотя разработчики написали или сказали что эффективность будет прежняя но я попробовал это все кидалово не будет прежней эффективности фугасов даже на фугасных танках и то что вы купили бабаху за 22 ляма серебра ну вы полный кретин она и сейчас конченая потом будет еще конченей по поводу доходности серебра и лбз доходность останется той же самой конечно это можно будет проверить но потом когда все это выйдет потому что на тесте хрен ты чё там проверишь все играют на фулл голде всем срать на все эти тесты по поводу лбз их доделают не сразу но переделают под новые циферки чтоб не дай бог вы не прошли лишние лбз за счет того что циферки увеличились также еще из игры выведут очень много танков 92 штучки а кто-то насчитал даже 100 чем-то их отправят в акционные но вы их не потеряете все низкоуровневые танки если они у вас прокачаны эти ветки до 6 левела они все у вас будут в акционном магазине который будет в игре и вы сможете любой из них купить и играть ничего вы не потеряете можете не переживать все останется на своих местах просто их не будет в ветке они будут отдельно в магазине зайдете за серебро купите играйте дальше на своей параши низкоуровневой она никуда не пропадет а вот высокоуровневые танки 14 штук они исчезнут и если у вас нету их купленных в ангаре они пропадут и все и потом когда-нибудь через время картошка с лопаты их будет продавать на черном рынке или добавят в награду там за лбз за ранговые бои еще за какую-нибудь херню короче за какое-нибудь событие выдаст эти танки я не буду советовать вам бежать ранее кал качать эти танки потому что они устаревшие конченые слабые и путь который вы проделаете точно такой же как и этот танк через убогие конченые танки при этом не известно будут их улучшать или нет потом когда будут выдавать скорее всего их не будут улучшать поскольку за всякие черные рынки марафоны и так далее не выдают имбовые перья паные танки а если их апнут то придется уже какое-то жесткое событие придумывать потому что в обычном месте уже бесплатно выдавать их не будут точно из высокоуровневых там выведут 113 если вы его соберете сейчас качать это одна из самых конченных веток в игре китайские тяжи там реально нормальный танк только один в 111 5 10 уровня ну еще девятка неплохая все остальное просто не играбельное говнище как и сам 113 он очень слабый на нем можно играть высирать какой-то урон но очень сильно отстает от сильных танков 10 уровня т-62 тоже мусор устаревший который не башни уже толком не танкует да и в принципе не какущий он нахрен не нужен чтобы его там качать сейчас бежать это вообще бред ну еще а м x30 и 30 б тоже два мусора обосранных одни из худших танков на своем уровне если еще девятку можно там с горем пополам поиграть то десятка просто говнище я вообще не вижу смысла бежать это все качать потому что картошка как обычно вас опрокинет и все просто играйте на чем сейчас нравится да и все все это херня полная когда это все выйдет картошка будет той же самой ничего толком не изменится единственно что хорошо вот что у фугаса пробития 0 и на низких лавалах вывели очень много из веток прокачки артиллерий и пт-шек там реально ветки стали такие простые ровные без всякого мусора ст-шечки там какие-нибудь и лт-шечки новички которые придут играть world of tanks я им конечно заранее сочувствую но они не будут качаться через всякие там пт-шки и арту их просто в ветке на низких лавалах нету вообще и это хорошо для песка ну а на средних и высоких лавалах все то же самое как было так и будет ну и последнее о чем я еще не сказал это статистика которая с переделкой этой всей балансной помойки не будет уже такой как раньше и тут разработчики хотят переделать статистику и она будет разделяться на какие-то отрезки примерно по три месяца они сами еще не придумали поскольку видимо это будет как на сайте кттс на котором можно смотреть статистику статистика просто кучкуется в месяца и можно посмотреть в каком месяце какая у вас была статистика и также есть еще и общая статистика видимо картошка примерно хочет сделать то же самое Но они, как обычно, еще даже не придумали, что хотят С вами был Варчик и Радик Красиво Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok